Раньше играл он только в фуге, а теперь может стать персонажем новой книги. Английская писательница Софи Робертс путешествует по Сибири в поисках пианино 19 века и их историй. Мои коллеги первыми нашли необычные музыкальные инструменты, которые столетия назад путешествовали из европейской части России за Уральский хребет. Эти рояли побывали не только в мраморных залах, но и в купеческих обозах и на вокзалах. Анатолий Харитонов о невероятной судьбе клавиш, героев, сибирской истории и британской литературы. Кабинетный рояль фирмы Яков Бекер, которая располагалась в Санкт-Петербурге, была основана в 1841 году. На чугунной раме заводской номер. По нему легко узнать год выпуска рояля. Этот сделан в 1904-м. Выяснить, как он попал в Новосибирск, сейчас очень трудно, рассказывает фортепианный мастер Владимир Бирюков. Точно известно, немецкий раритет принадлежал знаменитому дирижеру Арнольду Кацу. Много лет стоял у него дома, расстроенный, с неисправными молоточками. А после смерти владельца переехал в филармонию. Здесь, в память о маэстро, инструмент решили восстановить. Я его полностью демонтировал, снимал чугунную раму, снимал струны все. Какие требовалось заменить, я их заменял. Часть басовых струн изготавливал, часть гладких струн поставил новые. И полностью комплект молоточков, которые были уже сношены основательно. Вместе с единомышленниками из филармонии и консерватории Владимир Степанович вернул к жизни старый рояль. На нем даже играли на концертах. Но потом, из-за устаревшей конструкции клавишно-молоточкового механизма, пианисты перестали использовать инструмент. Говорили, ощущения не те. В итоге немецкий раритет превратился в музейный экспонат. Восстанавливать корпус, то есть устранять царапины и сколы старой краски Владимир Степанович не стал. По мнению мастера, эти мелкие повреждения придают музыкальному инструменту особый шарм. Реставратор не заделал и трещину в резонансной деке. Трудно было бы подобрать лаг, соответствующий заводскому. Кстати, на звучание эта трещина никак не влияет. Настолько качественно сделан этот рояль. Инструмент, принадлежавший Арнольду Кацу, может стать героем книги британской писательницы. Софи Робертс приедет в областной центр завтра. Она путешествует по Сибири в поисках старинных роялей и фортепиано, изготовленных в Германии на фабриках Дидерикс, Шрёдер, Беккер, Лехтенталь. Собирает интересные факты о таких раритетах, чтобы через судьбу музыкальных инструментов рассказать историю России. Софи наверняка заинтересует вот этот экземпляр образца 1878 года, который находится в Берске. Туда он попал из Японии. Пианино досталось Юлии от бабушки. Ей досталось от ее свекрови. То есть получается, что свекровь, это моя прабабушка, они жили в деревне, и когда из Японии ехали наши солдаты в 1945 году, они выменили на два мешка картошки. Пианино, швейную машинку Зингер и куклу японскую. По мнению экспертов, много инструментов, в том числе рояли и фортепиано, попали за Урал в годы войны. Так в Новосибирск в сороковые эвакуировали оркестр Ленинградской филармонии под управлением Евгения Мравинского. По одной из версий, музыканты привезли с собой рояль фирмы Стейнвей, изготовленный в начале 20 века. Сейчас он находится в консерватории. Мастер Владимир Бирюков предполагает, на нем могли играть Шостакович и Рахманинов. Анатолий Харитонов, Борис Гладких и Александр Ведерников. Новости ОТС. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова